Мы находимся в Национальном музее воздухоплавания и астронавтики, и сегодня нас ждет необычная распаковка. Мы вскроем пакет с вещью, которая в 1972 году возвратилась из последней лунной экспедиции. Пакет запечатали, чтобы не допустить контакта с воздухом. Сегодня мы распакуем вещь, которую носил на себе астронавт Аполлона-17 Юджин Сернон, один из последних людей, побывавших на Луне. Это чехол, который защищал верхнюю часть аппарата жизнеобеспечения в его ранце. Естественно, во время работы чехол подвергался влиянию лунной среды. Миссия Аполлон-17 особенно тем, что это был последний раз, когда люди побывали на Луне. Астронавты проехали немало километров на своем лунном вездеходе и много времени уделяли именно науке, ведь с ними был астронавт Харрисон Шмидт, единственный геолог, ученый, побывавший на Луне. Астронавты трудились очень активно и были покрыты лунным грунтом буквально с головы до пят. Сегодня мы вместе со специалистами из лаборатории взглянем на частицы пыли, застрявшие в ткани. Мы хотим выяснить, покрыт ли чехол тем самым лунным грунтом или НАСА все же почистило его после того, как он вернулся на Землю. Или, может быть, его вскрывали до нас, а потом вновь запечатали, но мы об этом не знаем. Честно говоря, я ожидала, что он будет грязнее, что будет больше пыли в складках и карманах. Похоже, НАСА все же обработало его перед тем, как запечатать. Первое, что бросилось в глаза, когда мы сегодня вскрыли пакет и развернули чехол, было то, насколько он помят и потерт. Видно, что им активно пользовались. Но пока я не взглянула в микроскоп, я и представить не могла, сколько частичек застряло между волокнами. Просто невероятно. Ткань будто пропитана ими, невооруженным глазом этого не заметишь. Казалось бы, просто потертая ткань. Конечно, видны эти порезы и потертости, но когда взгляните в микроскоп, видно, что частицы буквально въелись в материал. Смотрите, вот эти маленькие пылинки тут и тут. Это так называемые угловатые частицы лунного реголита. Американский флаг на чехле нанесен краской. Мне было интересно взглянуть на эту краску в микроскоп, чтобы узнать, как она наносилась, не выцвела ли со временем. И еще хотелось увидеть, как частицы лунного грунта застряли между слоями краски и самой тканью. Астронавты оставили свои ранцы на Луне. На пути домой на счету был каждый килограмм. Конечно, чехол места почти не занимает и весит совсем немного, но он был пристегнут к аппарату жизнеобеспечения, так что астронавт должен был специально снять его, чтобы взять с собой. Эти вещи с Аполлона-17, в том числе лунные ботинки, которые хранятся у нас в запасниках, единственные свидетельства, которые остались у нас с последней лунной миссией. К сожалению, от предыдущих миссий у нас подобных предметов не сохранилось. У нас много особенных предметов, но все же такие эмоции, как сегодня, нечасто испытаешь. Присутствовать при открытии настолько уникального экспоната, который пролежал нетронутым аж 1973 года, меня тогда даже на свете не было. И вот так распечатать его и взглянуть в микроскоп на лунный грунт – это просто незабываемо. Ну а для нас незабываема каждая ваша подписка, друзья. Поддерживайте нас на краудфандинговой площадке The Patreon, не забывайте подписываться, ставить лайки и делиться видео с друзьями. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok